Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Задача 632. Дано. Нам дана окружность радиуса R. И дана точка А, причем так, что расстояние ОА от точки до центра окружности меньше радиуса окружности. И нам нужно доказать, что любая прямая, проходящая через точку А, то есть мы запишем это так, если точка А находится на прямой П, то эта прямая П является секущей для окружности. Ну, рассмотрим прямую П, которая расположена так, что прямая П перпендикулярна отрезку ОА. Тогда отрезок ОА – это будет расстояние от центра окружности до прямой, D. И поскольку ОА меньше радиуса по условию, то тогда и D тоже меньше радиуса. А раз расстояние от центра окружности до прямой меньше радиуса, то такая прямая является секущей для окружности. А теперь рассмотрим другую прямую П. Так что она проходит через точку А, но прямая П не перпендикулярна отрезку ОА. Раз прямая не перпендикулярна отрезку ОА, то расстояние от точки О от центра окружности до прямой будет как-то располагаться так. ОА – это перпендикуляр, поскольку расстояние от точки до прямой – это перпендикуляр, опущенное из этой точки напрямую. А тогда мы имеем треугольник. А, А, О. И этот треугольник прямоугольный, поскольку в нем угол А прямой. Тогда в этом прямоугольном треугольнике ОА – это катет, а ОА – это гипотенуза. А поскольку любой катет меньше гипотенузы в прямоугольном треугольнике, то значит ОА меньше ОА. А поскольку ОА по условию меньше Р, то значит и ОА меньше Р. А ОА – это расстояние от центра окружности до прямой. И если это расстояние меньше радиуса окружности, то прямая П будет секущей для данной окружности. Что и требовалось доказать. Если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных задач на нашем сайте. Если у вас появились вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...